МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» в студии Родион Архипов. Сегодня в выпуске. Деньги потратили, но дом не построили. В Чувашии правоохранительные органы распутывают очередную жилищную махинацию. Попали в десяточку. Какой урожай собрали сельские спортсмены на играх в Красноярске? Невоспитанный гость. В Новочебоксарске сова попала в квартиру без стука в дверь. Завтра, 14 марта, в Москве состоится заседание правительства России, на котором планируется обсудить проект государственной программы развития физической культуры и спорта. С информацией о развитии физкультурно-спортивного движения в Чувашии выступит глава республики Михаил Игнатьев. Заседание начнется в 12 часов. Планируется его прямая трансляция на телевизионном канале «Россия-24». Реализацию нескольких целевых программ обсудили сегодня на заседании кабинета министров Чувашии. По предложению Минэкономразвития внесены изменения в республиканскую программу развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашии до 2020 года. В частности, объем средств на создание развития инженерной инфраструктуры промышленного парка увеличивается до 53 миллионов рублей из республиканского бюджета Чувашии. При этом из федерального бюджета планируется получить 200 миллионов рублей. Этот же проект предусматривает и создание центров молодежного инновационного творчества, где дети и подростки смогут заниматься изысканиями в научно-технической сфере. Средства, предусмотренные на указанные цели, будут предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства, которые обязуются поддерживать центры не менее 10 лет. Новую программу «Безопасность дорожного движения» в Чувашии представил Минтранс. Она рассчитана на ближайшие 7 лет и ставит вполне конкретные цели. Это сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 24,9%, сокращение детской смертности от дорожно-транспортных происшествий на 25%, снижение социального риска на 16,7%, снижение транспортного риска на 30,3% и снижение тяжести последствий от ДТП на 9,9%. Общий объем финансирования программы свыше полутора миллиардов рублей. Большую часть 900 миллионов выделит республиканский бюджет. Остальные деньги будут искать муниципалитеты. Сколько средств придет из федерального бюджета, станет известно позже, когда будет принята государственная программа «Безопасность дорожного движения». Из старого жилья выселили, а нового так и не дали. В такой неожиданной ситуации оказались жители Аликовского района, чей дом попал под программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Почему деньги из республиканского бюджета выделены и потрачены, а люди до сих пор так и не справили новоселье, разбиралась Ольга Пырочкина. Вот так с улыбкой пенсионерка Мария Николаевна вспоминает два предыдущих года своей жизни. Однако смешного в ее ситуации мало. Жить в Хлеву женщине пришлось после того, как в 2010 году она осталась без крова. Дом, в котором жила пенсионерка, признали аварийным. Мария Николаевна и ее соседи получили от администрации поселения извещение следующего содержания. Администрация Шумшевашского сельского поселения просит вас выписаться в течение 10 дней после получения гарантийного письма. При этом за вами будет сохраняться данная квартира. Вы можете прописаться заново после капитального ремонта здания в 2011 году. Мы сказали, что отремонтируют и сразу сюда же поселитесь. Тогда же администрация провела конкурс среди застройщиков. Победителем стала компания «Строймонтаж». Здание действительно отремонтировали. Поставили новую сантехнику, провели газ, заменили кровлю и стеклопакеты. Но когда уже почти все было готово, глава Шумшевашского сельского поселения неожиданно обратился в правоохранительные органы с заявлением, что «Строймонтаж» ненадлежащим образом исполнил свои обязанности. А именно всего лишь отремонтировал старое непригодное для жизни здание вместо того, чтобы построить новое. С обвинением застройщик не согласился. Директор компании «Строймонтаж» заявляет, в контракте не говорилось, что компания обязана построить новый дом. Речь шла лишь о том, чтобы предоставить поселению пригодные для жизни безопасные квартиры. «Предметом контракта было предусмотрено приобретение поселением квартир, не строительство, не капитальный ремонт, не что-то еще, а именно приобретение. Суть этого контракта – купля-продажа. В заявке очень четко отметили, что готовы продать жилые помещения государственному заказчику после окончания капитального ремонта. И никоим образом не вводили в заблуждение ни аукционную комиссию, ни государственного заказчика». С просьбой подтвердить, что жилье в отремонтированном доме соответствует всем нормам и требованиям, Месаутов обратился к экспертам. Специалисты заключили – дом в порядке. Износ несущих конструкций не превышает 39%. Однако у следствия другое мнение. «В рамках расследования уголовного дела было проведено несколько экспертиз, в том числе четыре строительные из них, две комплексные строительные технические экспертизы, а также одна компьютерно-техническая экспертиза. Результатом проведенных экспертиз было установлено, что дом не пригоден для проживания. Его износ составляет 75%. Впрочем, правоохранители решили проверить законы с действием не только компании «Строймонтаж», но и главы поселения. Ведь подписывал муниципальный контракт именно он. По результатам проверки и обращения Филимонова, правоохранительными органами была проведена соответствующая проверка, по результатам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении него по статье «Халатность», поскольку, как было установлено, муниципальный контракт был заключен с отступлением от действующего законодательства, то есть, в принципе, был заключен незаконно. Был ли нарушен закон и что теперь делать с отремонтированным домом, будет решать суд. Когда закончится разбирательство, неясно. Ну а пока люди, которых планировалось переселить из ветхого жилья, до сих пор остаются без жилья вовсе. Ольга Пырочкина, Леонид Клейман, Республика. «Химпром» ответил на обращение СМИ и граждан о наличии запаха хлора в Новочебоксарске 11 марта. В официальном ответе сообщается, все производственные объекты функционировали в штатном режиме и никаких нештатных ситуаций, в том числе выброса хлора, гипохлорида, натрия или других аналогичных веществ на предприятии не было. 11 марта «Химпром» получил информацию о постороннем запахе, похожем на хлор в Новочебоксарске, от дежурного по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям. После чего специалисты предприятия обследовали территорию «Химпрома» и санитарно-защитную зону. Концентрация хлора была зафиксирована в деревне Альдеева, говорится в сообщении, в пределах нижнего порога чувствительности по методике определения хлора в воздухе для населенных мест. Но в районе цехов производителей и потребителей «Хлорохимпрома» газ обнаружен не был. Свои исследования сразу после получения информации о специфическом запахе провел и территориальный отдел Роспотребнадзора в Новочебоксарске. Специалисты взяли пробы по двум адресам. Улицы Советской у магазина «Комфорт» хлор и гидрохлорид там не нашли. И на улице Пятинской в деревне Альдеева, где и зафиксировали превышение хлора в 1,2 раза. Повторный забор его не обнаружил. Источник выброса сейчас устанавливают специалисты Роспотребнадзора совместно с администрацией города «Спутника». И еще одна новость из города «Спутника». Нынче там происходят удивительные вещи. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Видимо, этим принципом руководствовалась героиня следующего сюжета, заявившись в гости с жителем Новочебоксарска, не дожидаясь рассвета. Кого обнаружили в своей квартире, молодые люди, вы ни за что не догадаетесь. Мирно спавших супругов в 3 часа утра разбудил грохот на кухне. Дмитрий, заглянув в комнату, увидел, что на пол летит горшок с цветами. Быстро закрыл дверь и забаррикадировался с женой в зале, гадая, сквозняк ли это привидения или хулиганы. Они и предположить не могли, что в их доме находится настоящая хищница, которая устроила там жуткий беспорядок. Жена перепугалась у меня сильно. Пришли друзья, через окно мы им кинули ключи от двери. Они открыли дверь, и когда мы все вместе зашли на кухню, увидели то, что на полу разбросаны все вещи, разбиты сувениры всякие фарфоровые, валяются цветы, и на шкафу сверху сидит вот эта вот красавица. Сова попала в квартиру через вентиляционный люк. Мы увидели, что вентиляционная решетка вырвана. Когда включили свет, она испугалась, наверное, больше, чем мы сама. Сидела с большими-большими глазами, смотрела на нас, на всех. Потом от нас отвернулась. Мы там с ней пофотографировались. Потом начали думать, как ее ловить. Хозяин дома поймал птицу. На балконе для нее нашлась подходящая клетка. Даже поспать пару часов смогли вместе с гостьей. А утром Дима привез сову в Чебоксары, в зооуголок Ковчег. Прежде чем отпускать ее на волю, хотел убедиться, что с незваной гостьей все в порядке. Ну, это совы, это прячутся они просто от враньих. Они ночами прилетают сюда охотиться на голубей, на ворон, на галок. А утром не успевают улететь. А так как в ранних очень много у нас, они, как сказать, толпами нападают на сов. И даже могут забить. Поэтому совы прячутся. Юрий Зорин предполагает, что сова вентиляционную шахту на крыше приняла за дупло. И влетела туда, как ни в чем не бывало. Возможно, даже провела там пару дней, прежде чем ворваться в квартиру Дмитрия Григорьева. Руководитель зооуголка говорит, что к ним и раньше приносили сов. Но подобного случая, когда птица залетела в дом через вентиляционный люк, не припомнит. Лесная хищница вполне здорова. Уже сегодня ночью ее выпустят из зооуголка на волю, так как в уходе она не нуждается. А вот полетит ли она в лес или снова наведается кому-то в гости, неизвестно. Архивы у большинства людей ассоциируются со стариной, даже древностью. При одном упоминании изображения рисуют кипы пожелтевших ломких бумаг, припорошенных пылью веков. Так и есть, но только не в Чувашском государственном архиве современной истории. Название говорит само за себя. Эти документы еще только предстоит сохранить для потомков. Впрочем, и у сын-ревенников они пользуются спросом. Дела недавно минувших дней занимают шесть архивохранилищ. По вместимости, это самый большой архив из всех республиканских. В свое время сюда поступали только документы партийных и комсомольских органов. Собственный архив и создавался как партийный. Едва ли не половина бумага была с грифом «Секретно». Надо сказать, что переписка различных структур с обкомом партии была куда более содержательной, чем с правительством республики. К примеру, донесения НКВД о подпольной организации сильных большевиков-троцкистов существуют в одном экземпляре. С листовок даже не сняли копий. После рассекречивания, а такую работу сотрудники архива ведут постоянно, в научный оборот введены тысячи важных и интересных документов. Большой популярностью у исследователей пользуются личные дела бывших руководящих работников. И много занимающихся исследователей, которые пишут по своей отрасли, исследования пишут. Они потом печатают как бы очерки исторические, пишут энциклопедии, пишут историю своей отрасли. Так, например, у нас Николай Васильевич Яковлев долго занимался в читальном зале нашего архива. И вышла книга «Верховный суд Чувайской республики». После того, как Николай Васильевич написал эту книгу, у него зародилась мысль еще написать про каждого работника своего. Потому что очень много у нас личных дел, документов партийных организаций наших. И сами документы по личному составу Минюста поступили к нам. После национализации в августе 1991-го бывший партархив стал принимать на хранение документы практически всех общественных объединений, организаций, предприятий, госучреждений. С этого момента количество дел стало расти в геометрической прогрессии. А вслед за ним и количество запросов социально-правового характера. О стаже, о заработной плате. Если объем ликвидированных организаций 2005-го года, на 1 января, у нас было 75 тысяч, сейчас у нас стало 150 тысяч дел. С каждым годом все больше и больше ликвидируется организации. Самый пик по приему документов ликвидированных организаций – это был 2012 год. Потому что у нас ликвидировалась волжская текстильная компания. Даже в наш век, когда миром правит интернет, архивные документы не потеряли своей ценности. Особенно если они из личных фондов. Старые фотографии, письма, рисунки передают не только информацию, но и дух ушедшей эпохи. Коллекцию эскизов, рабочих альбомов, зодчего Ивана Ведянина, оставившего на улицах Чебоксар немало архитектурных памятников, можно листать часами. Эти ценные вещи передала архиву его дочь. К сожалению, многие люди, оставившие заметный след в истории республики и страны в целом, к своим личным архивам относились довольно равнодушно. Никому и в голову не приходило передавать их на государственное хранение. Приходится архивистам собирать буквально по крупицам. Поэтому, дорогие друзья, готовить к великим свершениям, позаботьтесь о том, чтобы оставить после себя не только переписку ВКонтакте, но и более содержательные свидетельства ваших деяний. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. Время выбирать красавец. Так сложилось, что именно весной все учебные заведения республики крануют самых привлекательных студенток. Мисс ВУЗа действительно почетное звание. Из-за него девушки готовы сражаться до последнего. Головное оружие – талант и обаяние. Накануне зрителей и строгой жюри пытались обворожить пятеро студенток Волго-Вятской академии госслужбы. Кому досталась переходящая корона и чего стоила эта победа участницам? Узнавали мои коллеги Дмитрий Квалев и Николай Яковлев. Они уже прошли через огонь, воду и медные трубы. Впереди двухчасовое концертное шоу. Когда пятеро потенциальных мисс выходят на большую сцену, зал буквально взрывается аплодисментами. От победы их отделяют всего лишь три испытания. Кто-то пытается поразить членов жюри эффектным танцем. Кому-то под силу сколотить целую группу вокалистов и исполнить песню на известные мотивы и собственные стихи. На вопрос служащего я учусь. И чиновникам стать не боюсь. Мисс Волговятки – это умная, целеустремленная девушка, знающая, что она хочет, всегда стремящаяся к своим мечтам и целям, и всегда их достигающая. То есть я считаю, что девушка Волговятки постоянно должна находиться в движении, участвовать во всех мероприятиях, быть лидером. Одногруппницы и подруги в жизни за кулисами становятся соперницами. Для победы в этом конкурсе хороши все средства. Свита будущих королев Академии, профессиональные артисты, хореографы и просто близкие друзья. Мне помогали мои друзья, то есть ребята, которые даже мы не были так близки, так сказать, и они как бы помогли мне с первым моим зовом помощи. Ну и, собственно, это каждодневная репетиция, мы не спали до 4 утра. Успехи в общественной деятельности засчитываются как плюсы в актив конкурсантах. Одна из них даже лично проводит отборы волонтеров на Казанскую универсиаду. Многие уже всерьез задумались о работе в органах власти. Но это в будущем. А пока решающим стал кулинарный конкурс. На суд, а точнее вкус жюри, они приготовили оригинальные блюда. Позади ежедневной репетиции и бессонные ночи. Доглашение результатов остается всего несколько минут. Они уже и станцевали, и спели. Кулинарными языками всех удивили. За кулисами их уже ждет главная награда. Корона от Мисс прошлого года. Все в лучших традициях конкурсов красоты. Если честно, достойна каждая. Потому что сам процесс подготовки к этой короне, чтобы ее достичь, даже вот видите, падает, хочет, чтобы я ее уже передала. Момент истины. Довольно неожиданный поворот. Корону Мисс 2012 вручает своей же однокурснице. Радость общая на всех. Из объятий новую королеву Волговецкая академия не упускает долго. Очень рада, да. Очень-очень рада. Спасибо большое вам, ребята. Спасибо. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика. А в районах республики отбирают претенденток на участие в более масштабном конкурсе «Чуваш-Пики». В этом году он пройдет уже в шестой раз. За главный приз посоревнуются более 20 красавиц. Все они были признаны победителями районных этапов. Сырский район делегирует в столицу Чуваши сразу двух участниц. Они прошли жесточайший отбор. Члены жюри оценивали не только внешние данные. Девушкам прямо на сцене устроили настоящий экзамен. Проверяли, насколько хорошо они знают историю республики и чувашский язык. Портрет цивильской красавицы. Обаятельная, артистичная, умная, да еще и с отличным чувством юмора. Этим данным соответствует и наша коллега-редактор национального радио Регина Тимофеева. На конкурсе в Цивильске ей удалось добиться звания вице-мисс. Но, несмотря на это, вместе с признанной мисс она вышла в финал республиканского конкурса. Регина признается, что до конца не верила в победу. Конкуренция серьезная. На корону претендовало 10 девушек. Видимо, помогла поддержка зала. Поболеть за нее приехали многие односельчане. Очень приятно было видеть в зале знакомые лица. Конечно же, очень было приятно, потому что приехало практически очень много знакомых, очень много людей, односельчан. Практически все активное население деревни приехало нас поддержать. Меня и мою другую девушку, подружку, мою Марину, которая тоже с моей деревни. Поэтому было очень приятно, потому что ответная оценка зрителей, она очень важна. В кулинарном поединке нам повезло, потому что мы вышли, не как обычно все, почти все конкурсантки вышли с хуплу, народным блюдом, хуплу. А мы вышли с шортаном. И при том еще вышли акапельно, спели песню. Поэтому, наверное, и еще с блинами масленичными, как раз масленица надвигалась. Это, наверное, и помогло, большую роль сыграло. Потом творческий конкурс тоже достойно прошел. Сейчас, несмотря на плотный рабочий график, она готовится к финальному этапу. Говорит, что и здесь будет думать только об одном – преданных слушателях. Жители республики ее голос уже полюбили. В эфире национального радио Регина Тимофеева ведет ежедневные новости. О спорте. Пока спортсмены во всем мире готовятся к зимним Олимпийским играм и собираются выяснить, кто лучше всего катается на коньках и сноубордах, российские труженики сельского хозяйства определили, кто быстрее всех собирает доильный аппарат и лучше всех водит трактор. Накануне команда нашей республики вернулась со всероссийских зимних сельских игр. Какие трофеи привезли спортсмены, узнавала Ольга Пырочкина. Весна еще только началась, а работники сельского хозяйства Чуваши уже собрали урожай. Правда, не из фруктов и овощей, а из наград и титулов. На шестых зимних сельских играх команда нашей республики выстрелила в десяточку и привезла из Красноярска десятое общекомандное место. Здесь сидящие у нас предоставляли команду Чувашской республики, представляли Чувашскую республику и хочется отметить, что предоставили достойно. Вместо фигурного катания на коньках фигурное вождение трактора. Вместо спортивной ходьбы дистанция с ведрами и коромыслом. Впрочем, от других спортивных мероприятий сельские игры отличаются не только необычными дисциплинами, но и составом участников. На сельских играх были представлены команды сельских поселений. В каждом виде имела право выступать только от команды одного сельского поселения. Надоить золото в этом году команде дойеров не удалось. Они оказались на 17 месте. Зато представительница команды механизаторов показала, что не только коня на скаку остановят, но и с железным конем с легкостью сладят. Из Красноярска Надежда Концова привезла первое место. Сейчас же женщины все могут. Так же смотришь на улицу везде, даже машину возят женщины. Так что и на тракторе можно научиться. Чтобы соответствовать такой жене, супругу Надежды пришлось пойти дальше. Он не только стал победителем среди механизаторов в своей категории, но и установил рекорд всероссийских сельских игр. Андрей Концов потянулся на перекладине 65 раз. Ну, готовились как-то. 65 раз – это вроде не рекорд, нормальный результат. Олег Николаев показал, что не только профессионально подкидывает гири, но и активно подтягивает к спорту других членов семьи. Дома гири стояло просто. Желание было поднимать. Ну как, сначала не мог поднимать, просто дал себе слово, то, что начну поднимать, так и начал. А потом сестренка решила попробовать. Раз-два на соревнования съездила, понравилось тоже, втянулась. Потом младший брат тоже вместе сейчас. Впрочем, чтобы превратить общекомандное десятое место в первое, нужно еще много работать. Впереди у сельских спортсменов новые виды спорта и год на тренировке. Ольга Пыречкина, Евгений Анисимов, Республика. Завтра, 14 марта, в Чебоксарах впервые пройдет международный турнир по смешанным боевым единоборствам эрочемпионов. Сегодня состоялось официальное взвешивание и пресс-конференция участников международного турнира. С лучшими бойцами Европы успела пообщаться и наша съемочная группа. В файт-карте турнира заявлено 9 профессиональных поединков по правилам К1 и ММА. В турнире ожидается участие многих знаменитых бойцов из России, стран СНГ и Европы. Спортивное шоу обещает избыток драйва, мощи и адреналина. В жарких поединках сойдутся самые титулованные спортсмены. Константин Тришин, Серхио Вилсон, Максим Смирнов и Ираклик Винджилия. Очень хороший, очень серьезный турнир. Мой титул, я чемпион, четырехкратный чемпион мира по версии К1, чемпион Сенге, чемпион Евразии. В России холодно. Да. Все как все нормально. На бой это не скажется? Нет. Организаторы утверждают, что бои смешанного стиля уникальное зрелище. Лучшие бойцы планеты демонстрируют самые разные приемы и техники из всех видов единоборств. И кто окажется победителем, заранее определить практически невозможно. Каждый боец серьезно готовился к этому турниру. Все время в зале. Не бывает, чтобы там прослабились, отдыхали. Ну, мои братья там занимались этим спортом. И там видео смотрел всякие бои, там, увлекся с этим спортом. Я занимался 10 лет. В весовой категории 63 килограмма выступит известный голландский боец Серхио Вилсон. Найти достойного соперника долго не удавалось. Многие просто отказывались вступать с ним в бой. И это понятно. Голландец провел 44 боя, 38 из которых закончил победой. Из них 15 нокаутом. На турнире в Чебоксарах против Вилсона выступит наш земляк Алексей Блинов. Гостей и зрителей ожидает горючая смесь шоу и спорта, обещают спортсмены. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова